Приветствую вас. Да, конечно, возможно, что молодой человек к вам вернется. Только нужно понимать, что сейчас, на данный момент, ситуация складывается так, что мужчина вас не ценит. Мужчина вас не ценит, а если и ценит, то делает это, ну, явно недостаточно, потому что все время у него есть кто-то еще, все время у него есть какие-то еще другие люди, вот, с которыми он взаимодействует судя по, ну, судя по тому, что он, значит, вы написали. А это, в свою очередь, говорит о том, что вы недостаточно себя оцените. Что-то говорит о том, что себя недостаточно уважаете, вы себя, возможно, не любите на адекватном уровне. Вот, и, соответственно, история здесь, она вот такая, по факту. То есть, по факту такая история, что вы себя не уважаете, вы себя не любите, возможно, вы чересчур много, чересчур сильно нуждаетесь в мужчине, вот. Вот, и, соответственно, именно поэтому он ведет себя так. Именно поэтому он ведет себя таким образом. Вот. Поэтому, да, может быть, он вернется, может быть, он вернется, но если он вернется, то он, скорее всего, опять, так же уйдет, как он уходит сейчас от вас, вот, снова и снова. И это не изменится, пока вы не будете вести себя по-другому, именно вы, именно сами. Поэтому, я думаю, именно так можно ответить на ваш вопрос, вот. И мне кажется, что именно с этого и нужно начинать, именно с этого и нужно начинать. С того, чтобы, ага, ну вот, чтобы начинать такую вот политику, да, более ценностного отношения к себе самой, вот. Так что, я думаю, что это, с одной стороны, такая история. С другой стороны, очень важно понимать, для чего вам мужчина, почему вы так сильно хотите его вернуть. А, почему, почему вас не смущает тот факт, что он уехал с другой девочкой, живет с ней, это тактически вам изменяет, вот. Ага, по какой причине вы готовы его принять, готовы его простить, готовы снова и снова его ждать, вот. То есть, если у вас определенно есть ваши собственные потребности, желания, возможно, страхи какие-то. Ну, как понимаете, к любви это все отношение, ну, имеет поскольку, поскольку, вот, как правило, не имеет даже. Ага, значит, ну, как вы понимаете, да, что история берет свое начало с момента, когда вы начали по нему скучать. В момент его нахождении в армии. Вот. Давайте мы с вами разберем ваш текст, чтобы было немножко попонятнее. Значит, с молодым человеком познакомились чуть более двух лет назад. Пишите вы, работали вместе некоторое время. А, познакомились по поводу чего? Просто вот, Полина, да, вот подумайте, по поводу чего вы познакомились, то есть, что вас объединяло. Работали вместе некоторое время, да, начали общаться, вместе приходили, уходили на работу. Общаться начали, опять же, по поводу чего. А вскоре он сказал, что уже долгое время живет с девушкой. Другая девушка, да, получается. Вот, как вы это восприняли? Дальше, через месяц после знакомства с ним и черной коллегой отмечали у меня первую зарплату, в тот день мы вышли на балкон и первый раз обнялись. Почему обнялись? С чего обнялись? Вы были пьяны или как? После этого он стал в детстве говорить, что готовы привести время только со мной и посидеть, поговорить, выпить. Я согласил. Хорошо. Как вы относились к тому, что в это время у него была девушка? Которая он, по идее, все это время живет. Когда встретились, выпили, он пытался, он попытался заняться сексом, но я была против и ничего не вышло. Вы молодец. Вы молодец. Но, скажите, пожалуйста, почему вы почему вы были против? Ага. Были против. По какой причине вы были против? Ну, наверное, у этого были причины какие-то, потому что вы были против. Общение испортилось. Потому что мужчина не получил того, что он хотел. Значит. Ну, во-первых, как оно испортилось конкретно? Как мы восприняли тот факт, что оно испортилось? Через пару месяцев он расстался со своей девушкой и в тот же день сказал, что и мы перестаем общаться. То есть очевидно, что мужчина здесь как-то вот понял, что запутался. Возможно, понял, что он двигается в каком-то вот не совсем верном направлении и, возможно, захотел просто что-то в своей жизни наконец-то меня. Да, такое вот. Ну, что-то изменить, чем захотел в своей жизни. Вот. Ну, в принципе, в принципе, это позиция, я считаю, хорошая. В принципе, я думаю, что мужчина поступил правильно в общем-то в общем-то в общем-то мужчина поступил правильно в том, что значит то есть вырастаться и сами и другой девочкой вот. Правда, опять же непонятно немножко эта постановка вопроса да стоит вот он говорит, что вы перестаете общаться. А почему вы перестаете общаться? С чем это связано, что вы перестаете общаться? То есть по какой причине вы перестаете общаться? То есть это вот история ну ну такая довольно странная я бы сказал. Да? То есть если вы общались как друзья, то в чем проблема если вы общались как друзья только а если вы общались не как друзья, то это заслуживает, на мой взгляд более пристальное внимание. Короче говоря, его позиция не а как и не знаю ваша позиция. Тоже такое впечатление, что ваша позиция она исключительно пассивная. Пересел в другую смену. Примерно через месяц осознал, что он переводится в другой филиал филиал, он стал инициатором перемирия. Ну вот опять, да? То есть как бы он стал инициатором перемирия он что-то сделал, а что сделали вы? Вот А что сделали вы? Понимаете? И делали ли вы что-то? Вот А если делали, то как вы это делали? Потому что вот у меня, например, складывает, складывает и еще раз поставлю такое ощущение что вы очень пассивны в отношении. Вот Я конечно я конечно не знаю я конечно не знаю но но мне почему-то показалось вот именно так Дальше значит он стал инициатором перемириял А вы ругались? Полина То есть если он сказал, что вы перестали общаться это это не ругань это не ссора это ну это просто вот такое такое желание человека такое такое его решение такой выбор вот то есть как это относится к перемирию да? тоже вот на мой взгляд не совсем понятно вот ну хорошо 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 по-быстрому он выступил инициатором перед перемирием а ладно а к какому решению вы пришли? то есть именно вот меня интересует именно решение было ли какое-то решение ну вот с вашей стороны с вашей стороны с стороны вас обоих точнее даже не с вашей стороны а с стороны вас обоих вот если ее решения никакого не было да? то есть просто вот помирились и все то велика вероятность того что ситуация она повторится вновь но просто потому что никаких никаких решений никаких позиций выработано не было вот то есть что это было за перемирие за перемирие? как именно вы помирились? что именно мужчина говорил? как он выражает к вам ну ту же вот допустим свою симпатию вот это очень важный момент на самом деле потому что по факту от этого зависит будущее ваших отношений опять же дальше стал честно приезжать ко мне с ночевками каждый раз пытался соблазнить но я всегда ее не хотел потому что опять это такая вот пассивная позиция вы как бы свою позицию вообще никак не выражать не проявлять ее месяца через полтора сказал что уходит в армию я подумал что если я буду жалеть у нас ничего не было а я подумал что если я буду жалеть у нас ничего не было и перестала шли а для чего то есть ну вот для чего вы проспали то есть опять же возник ну тут вы проявили активность да тут вы проявили активность но с какой целью что что стоит что стояло у основ этой цели этой цели какая была мотивация ваша с ним переспать то есть чего вы хотели чего ожидали на что надели на что рассчитывали дальше значит так перед самым отъездом попрощался со мной сгодав что я его точно забуду и он боится доверять людям здесь мужчина очевидно показывает такой момент момент показывает такой момент что он боится близости боится сближаться ну действительно боится сближаться вот показывает такой момент что у него есть какие то очевидно сложности очевидно есть какие то сложности с тем чтобы быть, ну, в близости, быть в близости с кем-то, вот. То есть человеку сложно доверять, вот, человек, вероятно, не очень доверяет себе, вот, не слишком, не слишком, не слишком доверяет себе. Вот, и именно поэтому он и ведет себя так. Дальше, значит, так, значит, так, через 4 месяца я поняла, что очень скучаю по нему, в смысле, как проявлялась кука, волнулись за него, в смысле, как это проявляется, написал ему, зачем, он ответил сразу же, и начали приписываться после каждой день. Для чего? Через 2 месяца он стал говорить, что любит меня и хочет жить со мной, я сомневался. В чем вы сомневались? Почему вы сомневались? Чуть позже сказал, что посмирился с бывшей и очень ее любит, общение не прекращалось. То есть вот, понимаете, да, что человек, он очень, очень ненадежный человек, вот, ему нельзя, на него нельзя положиться, на него нельзя ориентироваться. Не постоянно. Общение не прекращалось. Но опять же, такое впечатление, что вы, вот именно вы, лично вы, именно вы за общение никак не отвечаете. Вот у меня такое чувство возникло. То есть такое впечатление, что только мужчина отвечает за общение. Только мужчина. Вы нет. Такое ощущение, что, вот, общение, да, оно будет до тех пор, пока хочет мужчина. Вот мужчина хочет, а общение будет. Мужчина не захочет, а общение не будет. От вас как будто бы ничего не зависит. В этой ситуации, как будто вы вообще никакой ответственности, ну, не несете. Вот. Ну вот. Именно, сами за себя. А это, в общем, в общем-то, ага. Довольно серьезная история. Почему вы не несете ответственности за себя. Вот. То есть вы же определяете, как складывается ваша жизнь. Вы же определяете, что в ней происходит. Не мужчина, а вы, вы, вы это делаете. Вот. А вот получается такая история, что как будто бы только он. Дальше. Чуть позже. Так. После армии он стал снова жить вместе с бывшей. Но тетя приезжала ко мне каждый раз и занималась сектором. Здесь опять же, Полина, да, вопрос к вам. Вот. Эээ. Какая мотивация у вас? То есть для чего вы занимались сектором? Почему тогда вы сектором не занимались, теперь, зная, что он живет другую девушку, вы все равно с ним занимаетесь сектором? Понимаете ли вы еще в этом себя обесцениваете? Хочу говорить, что это лучшее, что с ним было, что всегда и сильно хочет меня. Иногда мы ругались, но по моей инициативе каждый раз смирились. А опять же, вопрос, какие решения были приняты в процессе примирения и были ли они приняты? Он в очередной раз расстался с девушкой и стал говорить, что хочет съехать от родителей. Они жили с его родителями, братом и сестрой. Я в то же время тоже хотел переехать. Он и говорил вместе снимать. Я нашла квартиру, он переехал, я чуть позже. Сейчас занимались сектором, но об отношениях с ним я не задумывался. А надо бы задумываться не об отношениях хотя бы, а о том, чего вы хотите. Прошили чуть больше месяца, он в очередной раз помирился с бывшей, уехал к мне, теперь живут вместе. Сказал, что общаться будем. Я очень хочу, чтобы он вернулся ко мне. А нужен ли вам такой мужчина, который постоянно от вас уходит? И зачем он вам? С точки зрения психологии, да, вы либо боитесь остаться одна, либо вы любовно зависели от него, от мужчины, на данный момент. Либо у вас идет какой-то очень сильный на него перенос. Ну то есть, то есть, в том смысле, да, перенос. В переносном смысле, что вы в нем видите кого-то другого. Вот. Потому что, ну знаете, вот, ну довольно, просто, ну довольно странная история, я бы сказал. Ага. Довольно странная история, я бы сказал. Потому что, вы видите, что мужчина, он непостоянный, да, он нестабильный. Он, ээээ, вас, в корее всего, в корее всего, да, он вас, эээ, просто использ... И просто использует. Ну вот. А, ну вы все равно хотите, чтобы он был с вами. Вот, вы все равно хотите, чтобы он был с вами. Зачем, зачем? Почему вы хотите, чтобы он вернулся? Для чего вы хотите, чтобы он вернулся? Что стоит у истоков вашего желания вот такого? Давайте это преследуем, давайте это преследуем. Вы говорите, что об отношениях с ним я не задумывалась, а о чём вы задумывались тогда? То есть, если вы об отношениях с ним не задумывались, да? То чего вы хотели? Чего бы вы хотели от него в таком случае? Ведь для чего-то же он вам нужен, получается, мужчина. Чего-то же вы от него хотите, если хотите, чтобы он вернулся к вам. Так чего? И самое главное, будет он с вами, если вы будете вести себя так? Нет, не будет. Потому что вы позволяете ему делать все эти вещи. и вы позволяете ему вести себя с собой так, как вот он ведёт. И поэтому он так и будет мириться и мириться с девочкой снова и снова. Потому что знает, что вы в любом случае его примете и никуда от него не денете. Так зачем ему что-либо менять? Ему пока просто удобно. Вот. И у вас он поиспользует, поиспользует, а с той девочкой по итогу будет жить. Так обычно всегда было. Вот. А у нас там, по сути, ни с чем. Вот. Поэтому я рекомендую вам к этому отнестись предельно серьёзно и всё-таки обдумать те вещи, которые я вам здесь озвучил. Это очень важно. Вот. Если у вас проблемы с самооценкой, если вы боитесь одиночества, если вы чувствуете свою зависимость от него, то обращайтесь, обращайтесь. В этом мы можем вам помочь. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.